А вот с кем ближе всего сейчас люди общаются в современном обществе? С мужем и женой? Нет. С кем? Вот отгадайте с трех раз. С телевизором, и не просто с телевизором, а с художественными фильмами. Вот человек смотрит во все глаза, и это и есть самое близкое его общение. А кто там нам дают, передают свою судьбу? Что за люди? Актеры, да, это вот как, это вот Ленин в октябре, да, там актеры, он пытался Ленина сыграть и начал так жить, как он, представляете? Что за люди там? Вот это Голливуд. Это в основном голубизна. Это люди однополых браков с очень извращенной и развращенной жизнью. Понимаете, эти люди, которых вы смотрите, они вам передают культуру своего сердца, и вы, наполняясь этой культурой, почему-то лишаетесь семьи, лишаетесь друг друга, потому что вы строите близкие отношения, не с теми. Вот это и есть самое настоящее зомбирование. Это художественные фильмы. Есть, конечно, нравственные художественные фильмы, но их почему-то никто не смотрит. Они тоже есть, есть хорошие, даже есть хорошие детективы. Например, «Белое солнце пустыни». Классный детектив. Там показывают, как надо. Вот все актеры показывают, как надо. Вот никто не выходит из равновесия. Ни Абдулла, ни Сухов, ни эти вот мужики, когда граната взрывается, они сидят там, мудрецы, не шелохнутся. Все спокойные, понимаете? Или фильм начинается, Сухов подходит к этому, к Саиду, да? Саид зарыт по шее. Ну, хоть бы пожаловался. Знаете, он спокойно так зарыт по шее. Даже тот его отрывает, он даже отвернулся. Ну, такой, ну, нормально, он как бы самодостаточный, думает о Боге постоянно. И поэтому не унывает. Только так можно вот в таком состоянии находиться, это называется. Состояние святости, понимаете? Тебя зарыли по шее, тебе надо умирать. А ты не унываешь. И он его отрыл, такой, развязал. Тот смотрит на него. Говорит, кто тебя, кто тебя зарыл? Он по-доброму спрашивает, кто тебя зарыл, этот Сухов? А тот ему отвечает, Абдулла. Или Абдулла тот же самый. Он такой, как к Сухову обращается, ну, враг, да? Кто-то стрелял, почти всех убил там. Он к нему обращается. Ты зачем убил моих людей? Улыбается так, как подобно. Понимаете? Или этот Сухов подходит к этому пограничнику, да? Бросает туда ему гранату, динамит. Тот закуривает и назад. Динамит срывается. И тут ничего, нормально. А тот тоже от него закуривает, как бы, и назад. И потом этот, как бы, высовывается пограничник. Говорит, ну, заходи. Так не убил, чуть не убил его. Проблем нет. Все добрые. Все контролируют себя. Никто не боится ничего. Понимаете? И вот эта вот атмосфера доброты, смелости, храбрости, самоконтроля. Весь фильм вот этот вот. Почему смешно-то все? Потому что вот такие люди. Ну, сейчас же таких не показывают. Сейчас показывают каких-то идиотов, которые там орут. Страшилки какие-то устраивают. Какие-то призраки появляются, духи. Вы знаете, когда человек смотрит фильм, и вдруг неожиданно какое-то страшное существо выходит и начинает пугать, да, или что-то происходит. Знайте, что это все не является каким-то приколом. Это не прикол, это реально злой дух входит в вашу жизнь. Почему? Потому что злые духи действуют через эти страшилки. Вот если ты, допустим, да, посмотрел фильм, и там какой-нибудь там Человек-паук, там Бэтмен. Сейчас же дети, они, у них Бэтмены вот эти вот герои главные, да? А Бэтмена Гудменом не назовешь, понимаете? Вот, в результате... Вот, понимаете, вот у него не Гудмен становится кумиром. Понятно, да? И он перенимает от этих злых духов, перенимает в сердце это все заходит глубоко ребенку. И он от этих артистов, от этих страшилок, люди наполняются всякой фигней, и потом удивляются, почему они так живут. От чего наполняешься, таким становишься. Таков закон. Вот вы говорите, лекция Олег Геннадьевич начала слушать, вся жизнь изменилась. Выкиньте телевизор. Или включать там только нравственные фильмы. Есть куча разных сериалов духовных. Вот куча просто. Есть, допустим, Фарук Омар. Фарук Омар. Такой сериал. Там показывается вот с самого начала, как зарождалась мусульманская вера, кто такой пророк Мухаммед, как он жил вообще. Его нельзя показывать, но там все вокруг него показывали. И такой классный фильм. Вот эти вот отношения глубокие, как люди строят, как они ради Бога жизнь отдавали. Вот такие вот эти вот первые мусульмане, как они верили в Бога там и так далее. Есть много ведических разных сериалов, таких очень мощных, которые показывают эту всю культуру древнюю. Это не просто они там напридумывали, это прямо по ведам, понимаете? Прямо по ведам все записано. Вот, допустим, есть такой Сита и Рама ведический. Много там, 100 серий, по-моему. Много серий. А? 300. 300, но они там по 20 минут там. Такие много серий. Этот фильм, если вы хотите узнать, как строить отношения между мужчиной и женщиной, посмотрите этот сериал. Вы увидите, как мужчина к женщине правильно относится и увидите, как женщина к мужчине правильно относится. Вы увидите идеальные отношения. Понимаете? Там все показано правильно, потому что Рама – это сам Господь, а Сита – это его супруга вечная. И эти отношения правильные, как воспитывать детей, как относиться друг к другу, там прямо вот оно. Смотрите и впитывайте в себя. Эти артисты прямо идеально показали все это. И чистая, светлая память после этого сериала в сердце заходит. И так далее. Много всяких про жизнь святых людей, про жизнь Христа. Тот же самый фильм «Остров» замечательный, где показывается, что человек, который чуть не убил человека, тот человек, которого чуть не убили, он выжил, но прожил жизнь зря. А тот, который чуть не убил, он потом раскаялся всю жизнь и стал святым. И потом они вместе встретились. Продолжение следует...